Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о таких цитрусах, как коломандин. Вот они, такие ягоды, если оставлять на ветке одну, она созревает, большая вот. Но если много ставить, они будут, конечно, мельче. Здесь можно их рассмотреть. Молодые растения, пересаженные, больше горшок. С каждым годом горшок увеличивается, но ненамного. Для того, чтобы растение оплодоносило, надо немножко корням давать тесноту, чтобы оно лучше тогда зацветает и цветет. Ну, это я императорское дерево и лимон там обрывать надо. Дед взял, надо оборвать цветы в юбилейного. Вообще, коломандины, это неприхотливые, растут, цветут постоянно. И ягодку можно, маленькие такие округлые. А эта вот большая, вот уже, ну, еще не, пускай еще повисит немножко. Так, всем спасибо. Следующий фильм посмотрим о наших императорских деревьях. Мурайя! Пока!